Первый год работы Общественной палаты Одинцовского района 2-го созыва показал, что проблемных точек, которые требуют незамедлительного решения в районе, остается много. Больше всего жители обращаются к общественникам с просьбой разобраться и помочь в решении вопросов жилищно-коммунальной сферы. Глава района Андрей Иванов поздравил членов Общественной палаты с днем рождения и вручил благодарственные письма за активное участие в общественной жизни района. Мы за этот год однозначно убедились в том, что после переформатирования палаты вы для нас стали партнером. То, чего я и просил и желал вам на первой нашей встрече. До этого общественная палата была столом заказов и исполняла заказы различных группировок, которые работали на территории района. Сейчас вы для нас партнер. Вы действительно в хорошем смысле не даете нам расслабляться. И это очень важно, потому что, скажу вам честно, у нас еще остались чиновники, которые работают в старом формате и относятся к своей работе по формальному признаку. Такие чиновники есть, мы с ними боремся, кого-то переформатируем, с кем-то приходится расставаться. И ваш этот взгляд, объективный взгляд извне администрации нам в этой работе очень помогает. Я хочу вам пожелать успехов, удачи в вашей работе, быть с нами действительно таким надежным партнером и дальше. Мы вас видим, слышим, ни от кого не прячемся, всегда готовы взаимодействовать. И уверен, что вместе с вами мы изменим жизнь Одинцовского района к лучшему. И жители нам будут об этом говорить и говорить слова благодарности. Председатель Захар Иванов на торжественном собрании подвел итоги первого года работы палаты и вышел с предложением к собравшимся объединить все поселения и преобразовать Одинцовский муниципальный район в городской округ. На мой взгляд, именно сейчас нам надо включаться в процесс, который идет по всей Московской области. И вслед за другими муниципалитетами оптимизировать управленческую структуру. А если конкретней, преобразовать наш Одинцовский муниципальный район в городской округ Одинцова. Что же получит район в результате этой реформы? Во-первых, единую структуру муниципальной власти, которая исключит дублирование функций. Второе. Единый, консолидированный, обобщенный бюджет, учитывающий интересы всех территорий и выравнивающий их бюджетную обеспеченность. Ну, посмотреть на школу в лесном городке. Здание стоит, парт нету, учебников нету, и в лесном городке денег нету. А если бы был консолидированный бюджет, то деньги бы нашлись очень быстро. И 1 сентября жители лесного городка пошли бы в новую, комфортабельную, светлую, красивую школу. Третье. Значительное сокращение численности чиновников и ликвидация лишнего документа оборота. Ну, давайте уберем вот эти папки, которые там месяцами лежат на столах чиновников, ну и как-то оптимизируем их работу. Четвертое. Возможность реализации масштабных программ и планов развития всех территорий, которые войдут в городской округ. Пятое. Все жители будут иметь доступ к развитой социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуре городского округа. Причем все льготы сельским жителям сохранятся, поскольку граница сельских населенных пунктов не изменится. Как платила бабушка за электричество в деревне Анашкино 3 рубля 50 копеек, а не 4,75 как в городе, так она и будет платить. Я считаю, что преобразование муниципального района в городской округ выиграют абсолютно все жители. Это главное. Именно поэтому сегодня я выступаю с инициативой создания Одинцовского городского округа. Многие высказались в поддержку инициативы общественной палаты. Городской округ позволит все денежные средства собрать в единый бюджет. Это даст возможность району равномерно распределять их по всем территориям без перекосов. Я действительно за то, чтобы качество жизни у всех людей было более-менее одинаковое. Да, бесспорно, не сравняем всех. У кого-то больше детей, меньше, и всем их доходы разные. Но что касается бюджета Одинцовского района, вот на мой взгляд, люди должны по праву иметь одинаковое право. И не должно быть того, что мы сейчас имеем. Поэтому очень хочется, чтобы все поняли, что разбудить сознание, вот встряхнуть немножко людей не всегда это получается. Поэтому бесспорно нужен нам единый округ, единый бюджет. Вот тогда мы будем той семьей, которой мы хотим быть. Сейчас получается, вот вроде семья есть Одинцовского района. Мы хотим стать единомышленниками, дружить, любить друг друга. Но что у нас получается? Кошельки-то разные. Сегодня ситуация выглядит примерно так. На конец года в Барвихе остаются нестраченные миллиарды, а некоторым поселениям даже нечем залатать дыры на дорогах, не говоря уже о строительстве детских садов. Вот этот посыл и те вопросы, наверное, наболевшие, и те вопросы, которые в сегодняшнем дне у нас существуют, те проблемы, как раз поэтому, наверное, и возникла вот эта инициатива. Безусловно, 131 закон это позволяет. Он уже имеет жизнь, и мы знаем хорошие примеры. Я в первую очередь хочу назвать два округа. Это Домодедовский и Химки. Поэтому я думаю, что, безусловно, Одинцовский район всегда был, есть и будет. Один из самых огромных, больших районов. И, безусловно, для качественной работы, для качественной боли жизни наших жителей. Поэтому я думаю, что дальнейшее развитие этой инициативы и этого вопроса, и вопросы, и должно быть, и на уровне правительства мы должны выслушать их мнение, и, безусловно, в первую очередь, мнение наших жителей, советов депутатов, глав поселений. Поэтому я считаю, что это очень хороший посыл. И в то непростое время, которое сейчас оказалась наша страна, мы должны объединяться. Это даст повод нашего выравнивания и более качественной жизни наших населений. Это главное на сегодняшний день. В Московской области немало положительных примеров преобразования муниципалитетов в городские округа, Домодедовские, Химки и другие. Общественники надеются, что список лидеров пополнит и Одинцовский район. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.